Всем привет, мои дорогие друзья! Я очень рада приветствовать каждого из вас на своем канале. Давайте сегодня обсудим фавориты месяца и, конечно, начнем с парфюмерии. Я наверняка пропустила август и, по-моему, последний раз я снимала в июле фаворитов. Но вы знаете, лето так быстро пролетело, что все как-то сплошное это лето, это сплошные фавориты. То есть времяпрепровождение и все, что с этим связано, все очень здорово, погода. У нас было замечательное лето, было и продолжается в Санкт-Петербурге замечательное лето, теплая погода. Поэтому давайте поговорим про фавориты сентября. Начнем с парфюмерии. И, конечно, чаще всего я в этом месяце пользовалась ароматом от Элакей Хамсин. Так, я протирала, протирала и опять он у меня весь заляпался. Хамсин, какой он красивый! Ребята, это пахнет финиками, кожей и белыми цветами. Вы знаете, он просто пахнет очень уютно. Я бы могла сказать, что так пахнет какой-то очень приятный мед. Мне очень нравится распыление у Элакей. Я вам уже говорила, что я ради этого распыления хочу себе еще один флакон. Помимо мускуса, который безумно дорого стоит на сегодняшний день. Главное, все ароматы более-менее на рандеву. Вот я покупала этот аромат на рандеву. Кстати, если будете покупать что-то на этом сайте, то вот мой промокод. Обязательно пользуйтесь. Это поможет вам сэкономить 10%. Ой, класс! Обожаю его. И сейчас он прям в тему. Потому что эти вот сладкие финики, которые сочетаются очень красиво с такой нежной кожей. То есть здесь кожа не грубая. Она здесь очень приятная. Вот хочется постоянно вдыхать этот аромат. И я вам говорила о том, что я его носила в сочетании с молекулой. И молекулу я эту вообще просто обожаю. Молекула плюс ирис. Она немножко смягчает этот аромат. Аромат становится более сладким. Я потому что люблю ноту ириса. И мне нравится. Она здесь не лишняя. И все в сочетании очень приятно пахнет. Мои фавориты. Но это еще не все. Я очень часто... Знаете, когда холодает, я заметила за собой. Меня сразу больше рука тянется к каким-то таким кожаным ароматам. В свое время я влюбилась в этот парфюм. Я его почувствовала со стороны. И причем от девушки услышала этот аромат. И мне очень нравится, как он в сочетании с кожаными вещами. Или просто когда такой образ, знаете... Короче, когда классно одета, стильно девушка одета. И на ней вот этот аромат. Чем он для меня пахнет? Это удовый парфюм. Пахнет удом. Но здесь уд очень приятный. Он сладенький. Он нежный. И вообще впечатление от этого аромата такое очень уютное. Мне нравится этот парфюм. Я люблю его и со стороны обонять. И сама обожаю его носить. Повторюсь, что когда я надеваю кожаную куртку. Или когда, знаете, я люблю джинсы, допустим. Какой-то пиджак. Но сейчас у нас еще просто не холодно, если это какой-то жакет, пиджак. Или даже если это какая-то мягкая кофта. И вот этот вот аромат, это просто бомба. Что еще из парфюмерии я носила и что является фаворитом в этом месяце? Это, конечно же, Экс Ниила Анора Делайтс. Посмотрите, сколько у меня его осталось. Я им могу пользоваться каждый день. Я не буду его распылять, пожалуй. Боже мой, это так приятно пахнет. Этот аромат, он вообще вносит меня куда-то в какие-то, ой, как это приятно, сладковато. Этот аромат вообще про ирис, как бы. Но на самом деле он мне пахнет каким-то таким нежным напитком кофейным. Или даже как будто бы это какао. Или даже пусть это будут какие-то, знаете, зефирки со вкусом шоколада. Он очень классный. Единственное его недостаток, я уже неоднократно это говорила, что он не очень стойкий. Но я ему это прощаю, потому что я им обливаюсь. Просто он мне настолько, он меня покорил, этот парфюм. Анора Делайтс от Экс Ниила. Еще про один аромат хочу вам рассказать, которым пользуется моя дочка. И тоже посмотрите, какой здесь уже расход. Он ей очень полюбился. Это аромат от синоним Льюис 01. Это аромат про вишню. Про вишню и про миндаль. Очень классно пахнет он вообще на удивление стойкий. Вообще синоним, вот что касается стойкости у них, да, не все ароматы стойкие. Но вот именно вот этот Льюис 01, он просто невероятная у него стойкость. И она им так часто пользуется, что он у меня заикарился с ней. Это очень красивая вишня. Даже как будто бы, знаете, вишня и слива одновременно. И такой очень нежный миндаль. Миндаль с такой легкой-легкой горчинкой. Сейчас тоже очень красиво этот аромат. И он вот прям в тему, в осеннюю вот эту тематику. Льюис 01 от синоним. Что касается парфюмерии, это все. Но у меня еще есть парфюм для дома, который я тоже хочу с удовольствием... Просто хочу поделиться. Когда-то этот бренд присылал мне подарочную рассылку, скажем так, да, познакомиться. Divine Aroma. А находятся они в Петербурге. У них есть сайт и очень большой выбор. И вот таких вот ароматов для дома, и диффузоры. У меня есть и диффузор, и вот такой вот формат. Я сначала как-то, ну, отнеслась к этому формату, так подумала, ну куда, ну что это? Я что буду пшикать? Ребята, я пшикаю, поверьте мне. Я наношу и в шкаф, и на белье, и просто даже когда сделаю уборку, я наношу на шторы, к примеру. Или на текстиль можно наносить эти ароматы. И мне, конечно, полюбился вот этот аромат Amalfi. Все парфюмы из этой линейки, они все связаны с Италией. И вот этот, этот просто невероятный. Он пахнет виноградом. Он пахнет таким сочным, сладким виноградом. Это так красиво, когда в помещении он немножко растворяется. Естественно, он не такой концентрированный, как вот здесь вот из флакона. Его, кстати, рекомендуют наносить подальше. То есть вот, ну, где-то 15 сантиметров наносишь на текстиль, и потом это такой запах. Просто заходишь. Мне уже неоднократно говорили, вот кто ко мне приходил в гости, чем так у тебя приятно пахнет. Мне хочется им прям, всю квартиру хочется, чтобы вся квартира пропахла этим ароматом. Amalfi виноград просто потрясающий. У меня здесь, кстати, стоит MAC помадка. Она случайно попала. Ну, на самом деле, это всегда мой фаворит. Поэтому вы часто, кстати, интересуетесь. И сегодня у меня на губах этот тон, знаете, какой. Я обязательно подпишу, потому что я не вижу. Милоко написано. Но фаворит у меня Catrice. Потому что это новенькая моя помадка. Вернее, это даже не помадка. А это бальзам 030. Называется сладкая вишня или сладкая черешня. Короче, друзья, ничем не пахнет. Такой нейтральный запах. Но какая классная. У меня был промах. Я купила светлую. Вот предыдущий тон на моих губах светлый. А вот этот вот самый топ. Подчеркивает цвет губ. Просто подчеркивает цвет губ. Вот утром, перед пробежкой. Или просто. Ну, вот мне нравится такой формат. Когда не надо. Знаете, даже зеркало не нужно. Просто вот так в лифте. Раз-раз и все. Однозначно советую. Это Catrice. Вот этот вот 030. Супер. Что я еще про фавориты хотела сказать. Хотела сначала включить вот эту книгу. Потому что я ее прочитала как раз в сентябре. Называется «Другой дом». Я в телеграм-канале с вами делилась. Кстати, те, кто не подписан на мой телеграм-канал, то обязательно подписывайтесь. Потому что мы там более тесно, что ли, общаемся. Я всегда там в сети, естественно, в телеграм-канале. Те люди, которые там находятся, они самые первые узнают какие-то новости. То есть, ну, я постоянно онлайн, да. Я думаю, что это такой формат у нас более тесного общения. Так вот, я делилась с вами, что я в подписных изданиях купила эту книгу. И сначала я была под впечатлением. Мне вообще нравится, когда идет описание такое подробное. Ну, если это еще исторический какой-то подтекст. Здесь события происходят в XIX веке. Это Англия. Я обожаю вот эти все описания замков, каких-то вот поместьй. И все было прекрасно. Если бы не оконцовка. Я вообще не поняла. Я вообще не поняла. Вообще какая-то мне показалась даже белиберда. Вот можно так сказать. Скомканная концовка. Что хотел этим автор сказать? Нету глубокой мысли. Вот честно вам скажу. Я не поняла. Да, красивое описание. Да, все вот эти вот образы и так далее. Я думала, что это к чему-то ведет. Ну, понятно, наверное, это про какие-то сильные чувства. Про что-то вот такое вот. Ну, блин, если бы не один нюанс. Я не буду спойлерить, не буду рассказывать. Но для меня это перечеркнуло все. Вот оконцовка. Просто я вам хочу сказать. Поэтому я ее не включаю. Но почему я ее притащила? Потому что решила просто об этом сказать. А сейчас я читаю книгу «Путь художника». И, в принципе, могу сказать, что это уже на сегодняшний день мой фаворит. Во-первых, обложка. Вообще, как выглядит книга, этот запах, она такая мягкая. Я люблю такие книжки, знаете. Ну, потому что это больше обучающее пособие. Я ее читаю параллельно с художественной книгой. Но мне уже нравится, как пишет автор. Она делится своим опытом. Здесь про то, что в каждом из нас живет творчество. Нужно только уметь его достать, уметь его применить. Я еще в начале пути этой книги. Мне просто стало интересно. Мне понравился слог. Знаете, вот бывает влюбляешься. Не просто как-то нарочито тебя учат. Я вообще разлюбила книжки про... Я, наверное, их перечитала про саморазвитие. Они мне даже стали раздражать. Знаете, где учат прям людей как надо. Здесь немножко не так. Вот мне эта подача просто понравилась. Поэтому я с удовольствием включаю фавориты. Хоть я ее еще не прочитала. Но мне было интересно узнать, что у оригинала этой книги, это уже получается как бы тиражная версия, что вот эта обложка, это художница, российская художница. Сейчас вам скажу, как ее фамилия. Я, конечно же, не запомнила. Я думаю, она известная. Юлия Бродская. Ну то есть вот в оформлении обложки использована работа Юлии Бродской. Она рисует в определенной технике. Ну те, кто знает, более образованная, обязательно поделитесь в комментариях. И вот вроде как это в ее технике выполнена обложка. Ну не знаю, я прям влюбилась в эту обложку. Там было несколько версий. Была книга, ну я на Азоне покупала. Была книга и в твердом переплете. Но мне вот эта понравилась. Поэтому буду с удовольствием читать. Если кто-то читал, поделитесь просто своими впечатлениями. Мне действительно очень интересно. Наверное, это будут все фавориты, потому что, честно вам скажу, сентябрь начался так быстро. И вот эти хлопоты первые дни сентября, это когда детки пошли в школу. У меня Ванечка пошел в школу. Как-то сразу подпростыл, знаете. То есть это как-то немножко смазало. Но тем не менее, мы все равно стараемся каждый выходной. У нас вообще всегда сентябрь насыщенный. Я вам уже говорила о том, что сентябрь я обожаю. И все равно стараемся каждый выходной куда-то выезжать. И я вот это включаю в свои фавориты, потому что это невероятные закаты, это невероятное времяпрепровождение со своими родными. Обожаю. Обожаю такие вечера. Они еще по-прежнему длинные, хотя уже не такие длинные, но еще теплые. Поэтому я ценю такие мгновения. И пусть это тоже будет нашим с вами фаворитом сегодняшнего видео. Вы обязательно поделитесь, какие фавориты у вас в этом месяце. Может быть, какие-то находки. А, кстати, я знаете, что хотела? Я хотела вам рассказать, что у меня есть фавориты. Сырники из кафе Аппетит. Аппетит, да, правильно? Или как правильно назвать? Я подсела на эти сырники. Они в виде сердечек, блин, они такие вкусные. Это, знаете, вот они мягкие, не твердые. То есть они буквально растворяются просто. Вот я бы сейчас с удовольствием налила бы себе кофе, и вот этот сырничек. Они подаются так со сметаной. Ну, как подаются? Вы покупаете их, разогреваете. Вкусный кофе тоже в этом кафе. Хотя я очень долгое время думала, что там кофе так себе. Мне казалось, что это такой фастфуд, кафешка, такого быстрого питания. Нет, кофе там тоже зерно хорошее, не горькое. Вот. Так что сырники тоже попадают в мои фавориты месяца. На этом я буду с вами прощаться. Я, как всегда, желаю вам всего самого доброго, мирного. И мы скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин